В городе над Богом прошел областной форум для профсоюзного актива и инновационные инструменты работы в медиапространстве. Диалог спикеров и профсоюзных лидеров организовали Федерации профсоюзов Беларуси, издательский дом профпресс и Брестское областное объединение профсоюзов. Федерация профсоюзов традиционно проводит медиафорумы. Мы стараемся это делать ежегодно. Приглашаем журналистов, с которыми мы сотрудничаем, работаем, и делимся опытом. Мы рассказываем, чем мы живем, они рассказывают, что им необходимо. В этом году мы пошли дальше. С учетом того, что форумы пользуются большой популярностью, то они пошли после республиканского в регион. Это уже Брест, четвертый город, где мы проводим такой форум. В чем его отличие и особенности? На этот раз он более практикоориентирован. Мы говорим о том, как хорошо и правильно подавать материалы, как работать с нейросетями, как работать с социальными сетями. Очень много хороших сейчас изменений. Многие журналисты уже работают в нейросетях сейчас. У кого-то развиваются ТикТоки, у кого-то развивается Инстаграм, у кого-то развивается Фейсбук. Везде есть свои тонкости работы. Поэтому мы договорились, что на таких форумах те, кто уже добился результатов, равные равным, они дают мастер-классы и показывают, как это развивается. Открыл форум председатель Брестского областного объединения профсоюзов Александр Рогачук. Я вижу четкую выстроенную систему, начиная от Федерации профсоюзов, именно систему информационной работы. И не потому, что здесь присутствуют анантливые журналисты, руководители Елены Николаевны, а потому, что это заметно, видно и очевидно в каждом. И газета наша профсоюзная, и портал, который я вообще считаю одним из лучших порталов, один профбайк. Другие наши формы коммуникации, заканчивая нашими региональными опрослевыми телеграм-каналами и сайтами и прочее-прочее, в принципе, выполняют очень правильную и хорошую задачу, рассказывая людям о том, что есть и происходит. Это не само собой включающийся момент, это не ситуация по умолчанию, это труд тысяч, сотен тысяч людей труда, членов профсоюзов в том числе. Программа форума насыщенно интересна. Среди тем обсуждения – мониторинг источников информации и создание интересного инфоповода, работа по расширению аудитории посредством СИО-инструментов, взаимодействие профсоюзов и средств массовой информации, а также единый день голосования. Мы всегда говорим о том, что наиболее актуально в тот период, когда мы проводим. Сейчас форум у нас проходит накануне, вернее, не накануне, а проходит в электоральную кампанию. И, естественно, мы будем разговаривать о том, что людей наиболее сейчас интересует в период электоральных кампаний. Естественно, их интересуют те люди, которые сейчас выступают кандидатами, которые, скажем, будут зарегистрированы. Интересует, кто это, почему им доверяют. Это о том, где правдивая информация, а где неправдивая информация, как работать с фейковой информацией, как различить, где фейковая информация, а где правда, а где ложь. Вот эти вот все тонкости, они всегда очень актуальны. И в то же время в эту электоральную кампанию очень много изменений в законодательстве. Поэтому мы тоже, естественно, об этом говорим, чтобы люди понимали, что происходит. На сегодняшний день информационная работа в профсоюзе занимает одну из значимых направлений. Сегодняшний медиафорум, организованный Федерацией профсоюзов Беларуси и Брестским областным объединением профсоюзов – это отличная возможность узнать более подробно о важных направлениях информационной работы, принять какие-то новые методы ведения социальных сетей. Самое главное – качественная подача материала для наших членов профсоюза. На сегодняшний день важно выбрать того самого человека и важно знать о том человеке, который мы выберем, чтобы в будущем он мог достойно представлять интересы беларусов как на территории Беларуси, так и за ее пределами. Василина Буткевич, Андрей Щербай, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.